Друзья, привет! Это новый выпуск Биолаб, и сегодня мы узнаем с вами, как мыло, санитайзер и перчатка воздействуют на микрофлору наших рук. И сегодня в этом нам будет помогать замечательная Анна и кровавый агар. Поэтому ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, а мы начинаем! Этот эксперимент покажет нам, сколько микроорганизмов, например, отложились на агаре до мотеарух и после. Инкубация эксперимента занимает при 37 градусах на ночь. Ну это нормальная температура человеческого тела, да, поэтому 37? Да, и оно должно за ночь вырасти. Это быстро. И, в общем-то, мы собираемся такой эксперимент себе споставить. То есть тут будут расти только те бактерии, которые гемоглобин разрушают? По идее, вырастут и другие бактерии, которые, может, в итоге ничего не сделают с гемоглобином. То есть цвет нашего агара не поменяется, он останется довольно-таки темным и красным. Но иногда есть люди, у которых на микрофлоре есть такие бактерии, которые могут гидролизировать железо. И из-за этого то место в агаре станет светлым. И мы сможем заметить эту разницу, если такие виды бактерии есть у человека в микрофлоре. А, то есть гемоглобин разрушается, и когда из него выходит железо, да? Да. И когда выходит железо, становится большое белое разъетое пятно на вот такой тарелочке, да? Да, то есть здесь видно, что она полностью однородного цвета. Ну мы сейчас это исправим, да, так сказать? Да. То есть, в общем-то, вот, руки, в общем-то, помыты в последний раз тоже мылом, но какое-то время я их не трогала. Чисто для чистоты эксперимента, да? Но ты еще вон пересеивала всяких этих собратьев и так, и все такое. Они не смогут вырасти на этом агаре, на этой среде. Я использую, понятно, свои самые рабочие, свои указательные и средние. Что мы делаем? Мы просто открываем чашку Петри в нашей энсептической зоне, и просто, я бы сказала, влепливаемся. О, можно я тоже так попробую? Так, вот это будет before, нет, вот это будет before, это after. Два пальца, я вот ими держала штатив только что. Что же, что же будет? Влепились, все, все, видны отпечатки. И теперь следующий шаг будет пойти и помыть хорошенько руки на всей системе. И вот, мы хорошенько моем, и делаем это в среднем, где-то эти секунды, которые рекомендуются. Все, мы с Анной помыли руки. Раз, два, три. Просто нажали, отпечатки поставили. Все. Вот два отпечатка. Другие надо. Да. И теперь нам надо их оставить на ночь. При температуре 37 градусов в инкубаторе. И, по идее, на следующий день мы можем уже увидеть рост бактерий. Ну все, давай сделаем волшебный трюк. Рошло 24 часа. А вот и они. Посмотрите, кто тут нарос. Это какая-то вот эта твоя, наверное, вот эта моя была, да, получила? И вот. Ну вы видали? Вот левая сторона это до, а правая сторона это после мытья. А, Балли, что это творит? И, кстати, если мы посмотрим на чашки Петри с такой стороны, видите, точки, которые стали светлее по цвету? То есть это значит, что у нас есть там организм, который пророс в виде колонии, и который был, у него была способность гидролизировать гемоглобин, и из-за этого, по идее, цвет агара стал светлее. Да, мытье рук, можно сказать, что да, помогло. Избавиться от какого-то количества из-за этого, по идее, вот у нас маленькая точечка, то есть она не такая уже яркая. В этом случае у нас, да, у нас было два их, так скажем, очага, а после мытья остался один. То есть мыть руки всё равно надо. Да, но это просто увеличивает, оно убивает как бы мытью рук. Патогенные микроорганизмы, да, которые могли прорасти на вашем гемоглобине, но увеличивает микроразнообразие вообще, в принципе. Теория связана с тем, что мытье рук, в общем-то, начинает разрушать целостность биоплёнки, именно микроорганизмов, которые находятся у нас на коже. То есть обычно наша кожа покрыта микроорганизмами, но они в очень таком компактном состоянии. Из этого в левая сторона у нас менее населённые, то есть мы видим меньше колоний, по сравнению с правой. Но после тщательного мытья, после того, как мы хорошо помыли руки, потёрли пальцы и все любые зоны, которые надо отверстили, это движение позволяет, по сути, плёнке становиться более неоднородной и менее компактной. И за счёт этого уже больше бактерий смогло перенестись на нашу правую сторону. И мы как бы чётко видим, что справа у нас было больше колоний, чем слева. Это не значит, что это плохо, потому что наша микрофлора находится на нашей коже, чтобы защищать нас. И мытьё рук, по сути, помогает смыть с нашей кожи что-то, что мы, возможно, нашли где-то на улице. Или же, например, в лаборатории, когда мы с чем-то работаем. Из-за этого каждый раз после эксперимента надо тщательно мыть руки, не бояться. Так, Аня, у меня, короче, есть идея. Давай попробуем то же самое сделать, но не с мылом, а с санитайзером. Убьёт бактерии или нет, есть санитайзер, да? Будет такой санитайзер. Всё, там ещё остались. Сдавайте вам тарелочки ещё есть? Да. Всё, сейчас сделаем тогда с санитайзером и сделаем тогда ещё с перчаткой. И посмотрим, сколько бактерий нарастёт на руке вместе с перчаткой. Это уникальная, уникальная зренщика, вообще никогда не было. В этом видео вы можете увидеть такие интересные эксперименты. Поэтому продолжай смотреть до конца. Вот, уже перчатку одела. Давай засечём тогда полчаса. Вон, всё, засекли полчаса. Всё, теперь санитайзером. Надо, наверное, тоже 30 секунд или сколько-нибудь там. Ну, санитайзера, он, по идее, испарится, и этого уже должно быть достаточно. Потому что он, как бы, уже не мокрый, но я всё равно чувствую, что у меня рука влажная. Когда я почувствую, что насухая, то там это дело. И, скорее всего, пройдёт до секунд 30. Вот, ребята, сейчас мы проверим действие гиппо-клин-алкогол-джел-хэнд-санитайзер. И теперь, вот, здесь два пальца, да? Да, всё, это самая стерильная рука в мире должна быть сейчас. Ой, это интересно посмотреть, если она реально такая. Так, вот, всё закончено. Есть, готово. Так, полчаса прошло. Анна, скажите, пожалуйста, какие у вас ощущения в вашей перчатке? На подселах? Всё, тогда мы высвобождаем вас из-под этого, да, перчаточного проклятия. Ой, у нас же кожа, как после ванны, я просто. Ой, ну всё, скорее тогда её окунайте в кровавый агар. Да, вот эта сторона у нас. Итак, 24 часа прошло. И, как говорится, Аля, вскрываемся. Прошу вашему вниманию, тарелочки, которые мы потрогали сначала до санитайзера, а потом после. Вот, ну у меня что-то не очень видно, наверное. У меня и так бактерий не очень много было, но я, видимо, как-то плохо промыла. Не так хорошо, как они. Вот у Ани было дофига, не осталось совершенно ничего. Я думаю, по Аниной тарелочке можно сразу понять, что действительно 99,9% всех бактерий погибло. Тут вообще осталось там... Из вот этой тысячи колоний, я думаю, осталось только две всего лишь. А вот на перчаточке у нас наросло очень много всего интересненького. Если вы можете заметить, вот это до перчатки, а вот это 30 минут после перчатки. То есть, да, на Аниной руке наросло очень много всякой гадости, потому что в перчатке создаются влажные условия, достаточно тёплые. И поэтому бактерии размножаются как только могут. Вот. Поэтому, когда вот был коронавирус и всем советовали ходить в перчатках, ребята, лучше этого не делать. Если у вас, конечно, руки перед тем, как вы засунули свою руку в перчатку, не протёрты санитайзером, тогда это может иметь какой-то эффект. Лучше перчатками долго не пользоваться. Вот. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, что он растёт на перчатке после санитайзера и после мытья рук. Надеюсь, вы сделали для себя какие-то выводы. Конечно же, мылом пользоваться это обязательно, это нужно. Санитайзер имеет гораздо больше эффект, чем мыло, особенно на бактерии. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на Инстаграм Ани. Ждите новых видео, скоро будет их очень-очень много. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok